привет друзья с вами снова дмитрий и сегодня речь пойдет вновь о монтажные пене и пенных пистолетах в одном из своих прошлых видео ссылка где-то здесь я рассказывал о том как промывать пистолет от монтажной пены чтобы он не застревал там 100 лет всегда был чистый но тем не менее появляются какие-то перерывы в работе и все равно даже чистый монтажный пистолет там пена все равно какие-то остатки есть продолжает кристаллизоваться разбухать прилипать это все равно какой-то клей ну и пистолет рано или поздно приходит в негодность и вот я думал думал что сделать как избавиться от проблем с монтажным пистолетом от промывания от всяких бесполезных и вот следите сейчас за моими рассуждениями когда вы накручиваете сюда баллон на пистолет то получается что в пистолете есть два запорных элемента то есть один это шток которым вы нажимаете и он здесь выпускает пену которую регулируется ну или может быть не регулируется если совсем дешевый вас пистолет сопло вот это вот регулируется и она закрывается достаточно герметично вот этим штоком который идет посередке и второй запорный элемент это шарик вот там не знаю видно вам не видно вот шарик который запирает уже сам баллон то есть клапан на баллоне то есть сам баллон клапана баллоне остается открытым а шарик запирает подачу пены из баллона уже сюда и основная проблема пенного пистолета того что не пена в баллоне застывает а застывает вот этот вот внутри сам носик я подумал а зачем два запорных элемента на пистолете если пена в баллоне не застывает а застывает только вот здесь вот следовательно нужно избавиться от какого-то из этих запорных клапанов ну от этого от штока избавляться смысла нету потому что он регулирует саму подачу пены когда вы работаете следовательно можно избавиться от этого шарика давайте разберем пистолет посмотрим что там внутри можно ли избавиться от этого шарового клапана мне кажется что можно ничего там сложного не должно быть там наверняка какая-то пружинка и шарик давайте посмотрим итак я купил самый дешевый пистолет новый тоже с подачей точно такой же видите шток этот уходит заходит сейчас попробуем открутить и посмотрим что там внутри вот смотрите на фиксатор есть бы его тут засадили даже на клей какой-то но тоже будет обратно на клей его засадить как я предполагал втулочка пластиковая и там он резиночка не резиночка пружиночка с шариком сейчас попробуем все это нафиг удалить вот он весь механизм дешевая пружинка гешманская втулочка какая-то и шарик запорный то есть видите он там шарик становится грязный попадает на него какая-то там пена клей еще какая-то фигня и получается так что он уже начинает пропускать воздух этот воздух уже попадает в пистолет и ерунда случается но здесь уже как видите все чисто все полностью там я не знаю но сейчас замажем клеем так вот у меня тут остатки клея мажем это все дело вот и вкручиваем на место ну так вот сделаем ну вот как то так пистолет мой готов надеюсь теперь у меня проблем засохшей пены не будет не будет геморроя с промывкой пены вот не знаю зачем производители придумали такой клапан с шариком это наверное чтобы продавать нам побольше разных промывок для пены чтобы мы сами что-то думали как покупать больше больше и больше ну а здесь он хоть кара хранить его перевернутом состоянии хоть в таком состоянии уже я не вижу вариантов как пистолет может засохнуть ну буду проверять о чем доложу почтенные публики ну а сейчас подписывайтесь на канал есть мысли рассказать еще о многих интересных вещах поэтому подпишитесь ставьте колокольчик а на этом все спасибо что смотрите пока пока